Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Начитываем Новый Завет с толкованием Блаженного Фефилакта и с комментариями. Номер 17, глава 2, стих 1, послание к римлянам. Итак, неизвелителен ты, всякий человек, судяще другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого, делаешь тоже толкование Блаженного Фефилакта. Все мы люди не одинакового настроения. Иногда покровительствуем злу, иногда бываем судьями чужих зол, осуждаем подобных себе. Итак, сказав прежде о тех, которые одобряли злых, теперь ведет речь об осуждении и говорит. Итак, неизвинителен ты. То есть, ты знал, что правосудие Божие состоит в том, чтобы достойно наказывать злых. Поэтому и не имеешь извинения ты, осуждающий делающих тоже. Что и ты делаешь. Что слова эти относятся к правителям, особенно же к римлянам, как тогдашним властителям вселенной. Ибо судить есть дело правителей. Впрочем, это приличествует и всякому человеку. Ибо всякий человек может судить. Хотя бы и не было у него судейской должности. Итак, когда осуждаешь, говорит, не прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, то осуждаешь самого себя. Римлянам 2 глава 2 стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающих такие дела. Толкование. Да бы кто не сказал о себе, я доселе прелюбодействовал и избежал суда. Апостол, устрашая его, говорит, что у Бога не так. У нас одного наказывают, а другой, хотя тоже делает, избегает наказания. Но у Бога не так, ибо суд Божий на дурных людей есть поистине. Послание к римлянам 2 глава 3 по 6 стих. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам в себе собираешь гнев на день гнева. И откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его толкование. Выше сказал, что воздаяние дурным людям за заблуждение и почитание твари заключается в тех самых несчастьях, которым они предавались. Потому что самая нечистота была достаточным наказанием для них. Теперь открывает уже для них и наказание. Для тебя, говорит человек, есть и другое наказание. Ты не избежишь суда Божия. Как избежишь ты суда Божия, когда не избежал своего суда? Ибо в чем судил ты другого, в том произнес приговор для самого себя. Если же ты полагаешься на долготерпение Божие, потому что еще не наказан, то эта ненаказанность служит к большему наказанию для тебя. Ибо долготерпение Божие спасительно для тех, кто пользуется им к исправилению себя. А для тех, кто употребляет оное к умножению греха, оно служит большим поводом к наказанию. Не по природе своей, но по жестокосердию таковых. Собираешь, говорит себе гнев, не Бог собирает тебе, но ты сам собираешь себе, как это, своим непреклонным и жестким к добру сердцем. Ибо что может быть жестче тебя, когда ты ни благостью не смягчаешься, ни страхом не преклоняешься? Далее, сказав о дне гнева, присовокупляет откровение праведного суда от Бога. И справедливо, дабы кто не подчел суд действием гнева. Откровение говорит всего. Поэтому воздаяние сообразно тому, что открывается, а вследствие этого и суд праведный. Здесь, правда, не всегда одерживают верх, потому что дела скрываются, а там за откровением следует суд праведный. Заметь это место, слечив его со следующим. Ожесточуй сердце фараона. Исход 4 глава, 21 стих. Ибо Павел изъясняется почти теми же словами. Римлянам 2 глава, 7 стих. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертие, жизнь вечную. Толкование. Сказав, что Господь воздаст каждому, начал с награды добрых, делая таким образом речь свою приятной. В словах постоянством в добром деле высказывают, во-первых, то, что от добра не должны отступать, не совершать онное нерадиво, но пребывать в нем до конца. А во-вторых, то, что не должно полагаться на одну веру, потому что нужно и доброе дело. Слово бессмертие отверзает двери воскресения. Потом, как все восстанем, но не все для одного и того же, но одни для славы, а другие для наказания, кто упомянул о славе и чести. Итак, вся речь имеет такой смысл. Тем, которые ищут будущее славы, чести и бессмертие, и никогда не выпускают их из мыслей своих, Бог воздаст по воскресенье жизнь вечную. Каким же образом снискивается будущее слава, чести и нетление? Постоянством в добром деле. Ибо постоянный в добром деле и твердо стоящий против всякого искушения действительно снискивает и славу, и честь, и бессмертие, или наслаждение нетленными благами в нетленном теле. Послание к римлянам, 2 глава, 8-9 стихи. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Елена, толкование, говорит об усилии и неразумном упорстве. Здесь показывает, что они сделались злыми не по невидению, но по упорству, почему и недостойны помилования. И покорность неправде, и непокорность правде, так же есть грех произвола. Ибо не сказал, которые принуждены и терпят насилие, но которые покоряются. Обрати внимание, что о Господне воздаянии в жизни вечной выразился иначе, нежели о прискорбном. Ярость и гнев и скорбь не сказал, воздадутся Богом, но оставил речь неоконченную, чтобы подразумевали, будет. Ибо Богу свойственно животворить, а наказание есть следствие нашей беспечности. Словами всякой душе человека обуздывает гордость римлян. Хотя бы кто говорит, был царем, не избежит наказания. Если творит злое, то есть остается в зле и не раскаивается. Ибо не сказал делающий, но делающий зло с отчиславием. А как иудей больше получил наставления, то он достоин большей казни. Ибо сильные сильно будут истязаны. Премудрость, 6 глава, 6 стих. И более сведущие тяжелее будут наказаны. Римлянам 2 глава, 10 стих. Ибо сильные будут истязаны. Это хорошо, что Писание в другом месте говорит. Сначальствующий будет строгое изыскание. Два раза премудрость Соломона говорит. Поэтому, добившись какого-то поста, старайся все выполнять как должно. О чем Лескоп, писатель Николай Семенович, неоднократно говорит. Разные не смертельные голованы и другие толкования. В следующем дали апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит пользы, ни обрезание не причиняет вреда. И затем показать необходимость веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала не спровергает иудейство. Заметь же мудрость говорит о бывшем до пришествия Христова. Что мир был исполнен пороков. И что все подлежали казни. Во-первых, иудей, и потом эллин. Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло. Из этого положения выводит заключение. Что он будет и награжден. За добро. Если же и награда, и наказание – суть последствия дел, то закон и обрезание уже излишни. И не только излишни, но и приготовляют иудею большее наказание. Ибо если осуждается язычник потому, что не руководствовался природой, а потому и естественным законом, то гораздо более осуждается иудей, который при том же руководстве воспитан был еще в законе. К этому клонится речь апостола. Теперь узнать смысл слов. Под эллинами разумеет здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво. Не имея закона, каковы мелхиседек, иов, неневитяне, наконец корнилий. Равным образом и под иудеями разумеет иудеев, живших до пришествия Христова. Ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обращает внимание на времена древние и показывает, что никакого не было различия между богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было славно, то тем более не превосходит он его теперь, когда закон отменен. Имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества. Слава говорит и честь и мир. Имея в виду доставился честь и язычник, не слыхавший законы пророков, то доказывает это тем, что бог нелицеприятен. Бог говорит, не принимает во внимании лица, но испытывает дела. Если же по делам между иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препятствует последнему удостоиться одинаковой чести с первым. Итак, когда отменен закон, не величайся, иудей, перед тем, который из язычников. Делающий добро равен был тебе даже в то время, когда иудейство твое было в славе. Послание к римлянам, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо нет лицеприятия у бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону отсудятся». Выше доказал, что язычник удостаивается такой же чести, какой и иудей, теперь доказывает, что во время наказания постигнет и иудеи осуждение. Язычники, говорит, не имея закона, согрешили, то есть не быв получаемым законом. Поэтому вне закона и погибнут, то есть легче будут наказаны, как не имеющий обличителем закон. «Ибо вне закона, значит, не подлежа осуждению по закону». Напротив, иудей согрешил под законом, то есть будучи получаем от закона, поэтому и суд примет. То есть осужден будет по закону, как подлежащий закону, который обличает его и подвергает большему осуждению. Как же ты, иудей, говоришь, что не имеешь нужды в благодати, потому что оправдываешься законом? «Вот, доказано, что тебе нет никакой пользы от закона, так что имеешь большую, нежели язычник, нужду благодати, как неоправдываемый пред Богом одним слушанием закона. Пред людьми слушатели закона могут оказаться честными, но пред Богом не так. Пред ним оправдываются исполнители закона». Римляна, 2 глава, 13-15 стихи. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законы и делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Толкование. «Доказывает то, что говорит против иудеев, и ведет речь с мудрым искусством, чтобы не показаться, будто говорит что-нибудь против закона. Как бы хваляй, возвышая закон, говорит, что заслуживают удивление те, которые не имеют закона естеством, то есть имея убеждения в мыслях, ибо они не имели нужды в законе, а между тем выполнили закон, запечатлев в сердцах своих не письмена, но дела, и вместо закона пользуясь во свидетельство о добром, с совестью и природными мыслями». Говорит здесь о трех законах. О законе писанном, о законе естественном и о законе дел. Язычники, не имеющие закона. Какого? Писаного. По природе законные делают. По какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. Не имея закона. Какого? Писаного. Они сами себе закон. Как это? Руководствуясь законом естественным. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Какого? Закона в делах. Заметь, мудрость не поразил иудеев, как требовал этого ход речи. По ходу речи следовало сказать так. Когда язычники, не имеющие закона, делают законы по природе, то они гораздо превосходнее наставленных в законе. Но апостол не сказал так, а выразился мягче, так, сами себе закон. Этим он доказывает, что и в древнейшие времена, и прежде нежели дан закон, род человеческий находился под тем же промыслом. Этим заграждает также уста тем, которые говорят, почему Христос не пришел научить деланию добра прежде, изначало. Познание добра и зла, говорит, он вложил во всех изначало. Когда же увидел, что оно не помогает, то пришел, наконец, сам. Римлянам 2 глава, 16 стих. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Толкование. С этих слов начинает новую речь. Ибо теперь, говорит апостол, о том, каким образом судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие. И человеку не нужно будет на судилище, том ни другого обвинителя, ни другого защитника. И дабы увеличить страх, не сказал грехи, но тайные дела. Люди могут судить одни явные дела, а Бог, говорит, будет судить тайные дела через Иисуса Христа. То есть, Отец через Сына. Потому что Отец не судит никого, но всякий суд отдал Сыну. Евангелие Теана, 5 глава, 22 стих. Римлянам 2 глава. 17-18 стихи. Вот. Ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. Толкование. Сказав, что для спасения язычника, исполняющего закон, ничего более не нужно. Вычисляет, наконец, преимущества иудеев, полагаясь на которые они гордились предъязычниками. Прежде всего говорит об имени иудея, ибо оно составляло большое преимущество, как теперь имя христианина. Не сказал ты иудей, но называешься, ибо истинный иудей тот, которого исповедуют иудеи, потому что иуда значит исповедание. И успокаиваешь себя законом, вместо не трудишься, не ходишь, не разузнаешь, что должно делать, но имеешь закон без труда, наставляющий тебя на все. И хвалишься Богом, то есть, что ты любим Богом и предпочтен прочим людям, обращать же любовь Божию в средство презирать существа однородные, есть признак крайнего неразумия. И знаешь волю Его, то есть волю Божию. И разумеешь лучшее, то есть решает, что должно делать и чего не должно делать. Под словом «лучшее» надо бы наразуметь «приличное» или «полезное» каждому. Римляна 2 глава 19-20 стихи. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Толкование. Выше говорил, что слушание закона не приносит никакой пользы, если не будет присоединено исполнение. Потому что не слушателя закона говорит праведный пред Богом, но и исполнители закона. Стих 13. Теперь говорит нечто большее. Именно. Хотя бы ты был учитель, но если не исполняешь закона, то не только не получаешь в себе никакой пользы, но и навлекаешь на себя большее наказание. И как иудеи весьма превозносились учительским достоинством своим, то из этого особенно доказывает, что они достойны осмеяния. Ибо когда говорит путеводитель слепых, учитель младенцев и прочее, то изображает надменность иудеев, которые называли себя именно путеводителями, светом и наставниками, а обращенных из язычества, именовали находящимся во тьме, младенцами и невежными. Но ты имеешь образец введения и истины не в делах и не в заслугах, но в законе, полагаясь на него, как на изображение добродетеля. Так, иной, имея у себя царское изображение, сам ничего не списывает с него, но те, у которых нет его и не видя его, верно подражают ему. Итак, всякий учитель пишет и изображает в душах учеников познание добра и потому саму истину. Слава Иисусу Христу! Если он осуществляет это и в деятельности, то будет совершен. В противном случае будет таким, каковы осуждаемые теперь апостолом. Некоторые под образом разумели образец введения ненастоящей. Ты имеешь, говорит, познание и благочестие не истинное, но подделанное и прикрытое ложным видом. Римляна, 2 глава, 21-24 стихи. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедование красть крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотавствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Толкование. Излагает мысль свою в виде вопроса, пристыжая тех, которые хвалились, что они учители. Святотавством называет хищение, посвященного идолам. Ибо хотя они гнушались идолами, но обладаемые сребролюбием, коснулись посвященного идолам из постыдной корысти. После этого излагает самую тяжкую вину, говоря, хвалишься законом, как превознесенный честью от Бога через закон. А преступлением закона бесчестишь Бога. Здесь три вины. Первое. Иудеи бесчестят. Второе. Бесчестят Бога, превознесшего их честью. Третье. Бесчестят закон, нарушая его, тогда как он служил к их чести. Но дабы не подумали, что обвиняет иудеев сам, привел в обвинители их пророка Исайю, выставляя две вины их. Ибо они не только сами оскорбляют Бога, но и других приводят к тому. И не только не учат жить по закону, но и учат противному. Учат хулить Бога, что противно закону. Ибо видящие их развращение говорят, этих ли должен любить Бог. Неужели Бог, любящий таковых, есть истинный Бог? Римляна, 2 глава, 25 стих. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Так как обрезание было в большом уважении у иудеев, то не сказал о нем тотчас в начале, что обрезание излишне и бесполезно, но на словах допускает, а на деле отвергает его. И говорит, я согласен, что обрезание полезно, но тогда, когда исполняешь закон. Не сказал, что оно бесполезно, дабы не подумали, что уничтожает обрезание. Но доказывает, что иудей не имеет обрезания. Говорит, обрезание твое стало необрезанием. Итак, доказывает, что иудей не обрезан по сердцу. Два разумеет обрезания и два необрезания. Одно наружное, а другое внутреннее. Именно обрезание наружное есть обрезание плотское, когда обрезывается кто по плоти. Обрезание духовное состоит в отвержении плотских страстей. Ибо необрезание плотское бывает тогда, когда кто остается необрезанным по плоти. А необрезание духовное бывает тогда, когда кто, имея языческую душу, нисколько не отсекает страстей. Мысль Павла такая. Если ты обрезан по плоти, но не выполняешь узаконенного, то ты еще необрезанный. А необрезанный по духу равным образом, кто необрезан по плоти. Но выполняет узаконенное, тот обрезанный по духу, потому что у него отъяты плотские страсти. Римляна 2 глава 26 стих. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Обрезание. Толкование. Не говорит, что необрезание превосходит обрезание, ибо это слишком больно, но говорит, что вменится ему в обрезание. Поэтому истинное обрезание есть добрая деятельность. Равным образом необрезание есть худая деятельность. Заметь, не сказал, что необрезание сохранит закон, ибо, вероятно, предполагал такое возражение от кого-нибудь Возможно ли, чтобы сохранил закон человек необрезанный, когда самое бытие необрезанным, а составляет нарушение закона? Как же выразился? Постановление закона, то есть постановление, выполнением которых думает оправдаться Ибо обрезание не было делом, но страданием, претерпеваемое тем, кого обрезывали Почему и не может называться оправданием закона? Оно дано как знак, чтобы не смешивали иудеев с язычниками Римляна 2 глава 27-29 стихи И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при писании? И обрезании Ибо не тот иудей, кто таков по наружности И не то обрезание, которое наружно, на плоти Но тот иудей, кто внутренно таков И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве Ему и похвала не от людей, но от Бога Толкование Здесь ясно показывает, что разумеет два необрезания Одно естественное, а другое произвольное Бывающее, как сказано, тогда, когда кто нисколько не отсекает плотских страстей И два обрезания, одно по плоти, а другое в духе Обрезание сердца Необрезанный говорит По природе, имеющий обрезание страстей Через исполнение закона То есть, как выше сказано О оправдании закона Осудит, то есть обвинит Необрезание, ибо говорить Так о нем было тяжко Но тебя, по наружности, действительно Обрезанного по плоти Но необрезанного по сердцу Как преступника оправданий закона Таким образом, укоряет не обрезание, которое, по-видимому, уважает Но оскорбителя или преступника его Потом, наказав это, ясно определяет и то Кто есть истинный иудей И дает разуметь, что иудеи все делали из тщеславия Ибо не тот иудей, кто таков по наружности Но кто внутренне таков Который ничего не делает просто чувственно Но понимает духовно и субботы, и жертвы, и очищение Когда говорит обрезание, которое в сердце по духу То пролагает путь к христианскому образу жизни И показывает необходимость веры Ибо верование сердцем и духом Имеет похвалу от Бога А испытывающего сердца И ни о чем не судящего по плоти Из всего следует, что везде нужна жизнь Под именем необрезанного или язычника Разумеет, как и выше сказано Не идолопоклонника Но человека благочестивого и добродетельного Не соблюдающего, однако, иудейских обрядов Послание к римлянам Глава 3, стих 1, 4 Итак Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях А наипаче в том, что им верено Слово Божие Ибо что же? Если некоторые и неверны были Неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак Бог верен А всякий человек лжив, как написано Ты праведен в словах твоих И победишь в суде твоем Толкование Отринув все постановления закона Словами Какое преимущество быть иудеем? Видит, естественно, рождающееся возражение И предотвращает оное Какое же это возражение? Следующее Если в постановлениях тех нет немалой пользы То для чего же, наконец, избран народ иудейский? Выражение это решает со свойственной ему мудростью На словах соглашается и говорит, что великая польза иудеи А в доказательство этого приводит не заслуги иудеев, но дарование Божие Не сказал, что иудеи весьма превосходят прочие народы Потому что хорошо выполнили что-то и то-то Но что им верено Слово Божие? А это есть благодеяние Божие А не превосходство их Что значит верено? Дано Поручено Бог признал иудеев достойными И потому верил им небесное откровение Говоря так, внешне защищает их Но при всем том Выставляет на вид новое обвинение Доказывая, что они уверовали словам Божиим Которые служили к их чести Но это обвинение предоставляет не от своего лица Как бы так говорит Какая польза иудеям от того, что они получили откровение Божие Когда они не уверовали Ему Кажется, и это возражение решает оправдывание иудеев, но Бога Если не уверовали То от Бога ли это? Ужели неверность их уничтожит верность Божию? То есть порученные им откровения и благодеяния Неверность иудеев не только не причиняет Богу никакого вреда Но напротив доказывает большое человеколюбие его Потому что он лишает благодеяния тех, которые впоследствии бесчестят его Видишь ли, как обвинил иудеев тем самым, чем они хвалились? То есть тем, что получили закон Выше сказал, что не уверовали некоторые Между тем, оказываются неверными не некоторые, но все Поэтому, чтобы не огрыщить иудеев Премудро ведет речь и оказавшиеся на опыте Излагает в виде предположения Положим, говорит, что все были неверны Что же из этого? И в этом случае Бог оправдывается То есть если рассудить и сравнить, что даровал Бог иудеям И как они вели себя пред Ним То праведность остается на стороне Бога Как и Давид говорит Псалом 50, стих 6 Постой Все